всем привет меня зовут только вы на канале о вязании сегодня понедельник долгожданный понедельник если честно я за выходные немножко устала не устала мы ездили к родителям помогали с ней им с картошкой с огородами вот я попала в лесу я еще смеялись что брат мой хотел сходить в клюкву мама хотела в грибы а я говорю как в том фильме кто в грибы я кто в клюкву я кто перебрать картошку я кто сидит с детьми меня вот так что я от деток своих прячусь за разной работой ну это все шутки и так что что произошло до выходных значит я не совсем помню что я там показывала в конце прошлого влога потому что это было давно в пятницу я его и смонтировала сегодня надо кстати выложить и по-моему я показывала уже этих двух дракошек мы покажу еще раз значит два дракошки с крылышками из люрекса так вот такие вот малыши 2 хорошки и я говорила что буду вязать одну игрушку которую я до этого не вязала то есть я ее вязала давным давно это была игрушка для слинга бус и тогда был год кстати надо было бы посмотреть в каком году я взяла вот я все думала как мне эту игрушку связать потому что маленькая схема у меня не было немножко интриги сейчас посмотрим какой это был год так 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 тигр бы крыса где живот это был 2015 год в 2015 году как я хорошо вспомнила что это было приблизительно 5 лет назад значит это было накануне года обезьяны меня попросили связать слинга бусы с обезьянкой игрушкой там обезьянка было около 3-4 сантиметров на слинга бусы уже тогда я пробовала миниатюру и кстати я нашла фотографию надо будет мне в инстаграме выложите можете здесь покажу тоже не помню в каком это году было наверное где-то тоже такой 2015 2016 год у меня моя одногруппница коллекционировала маленькие балетки ну и вообще обувь ей нравилось то есть это какие-то шитые из глины и чего там еще ну разные в общем маленькие побольше обувь в виде брелочков либо подвесочек она коллекционировала и я тогда решила связать маленькую обувь я связала маленькую пинетку я ее там на пальчике вот так вот держу она буквально там сантиметр вот такая маленькая маленькая была пинетка тогда наверное были пробуем миниатюры в общем когда искала свои игрушки которая вот тогда вязала и какие они у меня получались конечно прогресс очень очень сильно видно так я каждый раз смотрю и думаю но ты же можешь уже лучше вязать ну вот дракоши хороши но ты же можешь лучше а когда смотришь что было даже пару лет назад понимаю что прогресс вообще шагнул вперед и так обезьянка обезьянка у меня еще полностью не готова я вчера вечером так соскучилась по вязанию что когда приехали разобрались здесь простите разобралась я со своими всеми вещами и приступила к вязанию в пятницу меня была связана голова обезьянка какую сторону поворачивать вот так я завтра вам еще покажу поближе мы ее рассмотрим потому что на этой камере не очень как бы все хорошо видно она так замыливает чтобы лицо красивое было вот такая вот малышка я думаю что за завтрашнему я ее уже свяжу просто я сейчас камеру так поставила прошлом влоге я надеюсь что вы его посмотрели я говорила про проблемы с речью которая у меня и что на самом деле это сложно вообще говорить лично для меня на камеру не так-то просто и тем более открываться рассказывать о самом сокровенном вот и в общем я удалила все те теги которые снимала удалила с канала на телефоне уже давно их удалила потому что смонтировала и решила что попробую еще раз что стало толчком к этому а мне написала таня с у неё канала по моему также как и instagram называется погасова я оставлю ссылочки на нее даже под этим видео оставлю потому что потому что таня вяжет потрясающие игрушки она сейчас переходит тоже на миниатюру мы молодцы мы всех перетягиваем на сторону миниатюры вот значит и им таня мне передала этот тег я кстати не посмотрела ее ответы хочу просто сейчас с утра пока есть время все заснять чтобы потом смонтировать и уже выложить еще хорошая новость я смонтировала мастер-класс по бычкам по каким бычкам сейчас покажу если кто предыдущие влоги не смотрел вот по этим бычкам эти бочки очень маленькие эти бочки из коллекции елочные игрушки крючком вот тут я просто подвески не делала но я уже просто просто мне их надоело в каждом мастер-классе показывать как я их делаю кто не вязал прошлую коллекцию вот полностью игрушки с этой коллекции я просто советую хотя бы елочку связать там все очень подробно в том мастер-классе рассказано здесь я старалась все таки хоть немножко ужать но тем не менее показала очень много моментов таких хитростей чтобы получались игрушки аккуратненькие чтобы понимать как проще работать как проще работать с дополнительными инструментами не только крючком потому что пальцы у нас большие если мы вяжем маленькие игрушки нам нужны круглогубцами ножничками там можно помочь себе где-то вот какими-то палочками потому что пальцы еще раз крупные надо что-то потоньше помельче вот поэтому в этих мастер-классах я рассказала у этого бычка не так и не поменяла глаза решила его таким оставить я просто мастер-классе говорила и в прошлых видео что не очень красиво выглядит пачок просто черными глазками вот когда у них большие глазки нарисованы зрачки они выглядят получше прикольнее вот и в субботу когда мы уехали вот начался мой этап в марафоне уши лапы хвост где мы вязали вот такого вот мишку этап первый был очень маленький поэтому девочки очень быстро справились там буквально этап начался и через пару часов даже меньше через часик где-то я уже начала получать первые фотографии что девочки связали первый этап и там были только ручки и ножки вот некоторые вопросы возникали потому что не совсем стандартное вязание этого малыша и кстати некоторые помнят я очень рада что вы помните этот мастер-класс пока что я его летом убрала с платной продажи он мне только находится на эти там смешная совсем цена и с ноября этот мастер-класс будет только в видео формате только на канале и там будет куча рекламы каждые 2-3 минуты я поставлю рекламу потому что мастер-класс очень хороший я бы его не хотела делать бесплатным но я обещала обещание не свои сдерживаю если обещаю если я сказала что я обещаю вам что этот мастер-класс будет бесплатный значит он будет бесплатный и действительно с ноября этот мастер-класс будет бесплатный но там будет очень-очень много рекламы вот потому что мишка потрясающий он очень очень классный да я только ему глазки здесь по-другому делала я не делала ему веки как его многих игрушках я делаю здесь сделан только белочек и как бы такая ресничка вот вот это то что я хотела сказать значит на этой неделе начинается марафон тоже я не сказала в прошлом видео и позапрошлом видео не сказала я только оставляла ссылку под видео на марафон который называется baby boom 2 почему baby boom потому что мы там будем вязать baby 1 это брошки baby 2 это брелоки и бум просто бум вот девочки меня тоже пригласили и я мастер-класс на мишек которые тоже понравились с вышивкой но вышивку я там в мастер-класс не включала просто сделала ссылки на свои видео вот сам мастер-класс по вязанию мишек будет там тоже его нет в продаже после марафона я поставлю тоже символическую цену чисто там не знаю 50 100 рублей и российских пока что думаю какую будет удобнее мне поставить цену просто чтобы не впустую я это все делала потому что очень долго я собирал этот мастер-класс так что будут и бесплатные ближайшее время и платные мастер-классы вот и им ну вообще работать много много придется потому что много чего нужно сделать осень и зима обычно загружены хорошенько по работам что еще еще это все девочка которая юный коллекционер все она от меня никак не отстанет но мне это на самом деле приятно и не говорю в том плане что руками надоело нет конечно с ней сотрудничать очень здорово в общем я связала мишку от этого которая в кроватке тоже в прошлом влоге показывала вот такого вот мишку и она захотела еще одного вот так что этому мишку мишки мальчику я буду вязать в компании мишку девочку мишку девочку буду вязать вот из такой пряжи они пряжи это ниточки я их покупала на алиэкспресс это флуоресцентные наверное они называются в общем света накопительные нитки они светятся в темноте конечно с алиэкспресс они не так хорошо светятся как например ниточки кутермана но нитки кутермана когда я их покупала сейчас наверное цены выросли потому что доллар вырос я покупала их давно и и тогда эти ниточки стоили маленькие там но обычно как катушечная ниточка вот типа в таком она виде и приблизительно столько же простите столько же там метраж был она стоила 8 долларов вот вот эта бобинка стоит где-то 50 центов здесь очень много здесь наверно две-три такие бобинки как те вот то есть цена конечно разница ощутимая вот но я буду вязать из этих ниточек они хорошо накопляют свет и еще если кто не знал чтобы вот посмотреть как они светятся в темноте особенно если на видео надо нужно кому-то отправить то я тогда беру ультра-виолетовую лампу которая вот ногти сушить свечу этой лампой на ниточки они очень быстро буквально в течение так 10-15 секунд накапливают свет и потом можно зайти в темное место и все это сфотографировать снять все очень хорошо видно потому что игрушка просто светится изнутри вот я такого фотографировала мишку потому что сфотографировать показать как на самом деле светится игрушка сложно и что еще мне нужно будет значит такой мишка будет еще она попросила связать мешочки для самих коробочек вот для таких коробочек связать мешочки которые будут света накопляющие и снова я забыла про какой цвет мы договаривались что я буду делать так значит наверное я знаете как сделаю вот этот белый цвет во всех ниточках которые света накопляющие он лучше всего светится поэтому мишка у меня будет розовый вот таких двух цветов для мишки мальчика будет мешочек и для мишки девочки будет желтенький такой мешочек и на этих мешочках она просила мне она написать ее имя и я буду писать белыми ниточками потому что они ярче всего светится вот так что у меня еще впереди мешочки буду вязать и буду вязать мишек из света накопляющих ниточек вот так и наверное теперь все в планах а еще в планах я записалась в конкурс от елены черчик помните я если прошлый год вспомнить очень часто видео показывала мишек которых я вязала по мастер-классу елена черчик тоже вы их очень любите плюшевых мишек из ализе софте я вязала и я в прошлом году тоже осенью и в этом году участвую в конкурсе который лена организует оставлю вам ссылочку там этот конкурс до 29 сентября поэтому вы успеете в любом случае я этот влог выложу выложу на канал раньше значит конкурс называется осенние что-то про осень а было значит про осень там было было про осень и и значит что нужно связать нужно связать игрушку в оранжевых оттенках причем чтобы эта игрушка на 90 процентов состояла из оранжевых оттенков но кто у нас из оранжевых оттенков состоит это лисичка белочка ну там мишек можно каких-нибудь повязать оранжевых не знаю там что девочки будут выдумать тыковки какие-то но вот например она говорила что если тыковки вязать например как вяжут голову тыквы и потом тело типа не оранжевым а зеленым такое такой вариант не подходит именно надо чтобы не еще цветочек надо связать я вспомнила не еще подсолнух надо маленький связать два с половиной сантиметра так вот значит я буду вязать белочку маленькую подготовила ниточки белочки чуть-чуть белого цвет для мордочки у этой белочки не будет белой грудки потому что получается что если я сделаю белую грудку как в лесной коллекции моей то там больше чем 90 процентов не будет оранжевого цвета вот все увидимся с вами завтра покажу вам готовую обезьянку также мне нужно начать наверно белочку мишку и цветочек вязать и все пока что я надеюсь что что-нибудь в ближайшее время еще интересненькое появится а сейчас я буду снимать стек от который мне передала татьяна а тег будет называться игрушечных дел мастер поговорим про это вот тег автором тега являя является автор тега это марина с канала добрые игрушки маринка я уже твой тег записывают и удаляю уже два раза точно удалила буду записывать третий раз все до завтра так так как я планирую отправиться сегодня на почту потому что мне пришла посылочка от одной прекрасной партизанки которая не сказала что эта посылочка ко мне едет поэтому я возможно отправлю сегодня готовые игрушки и эту обезьянку в том числе так как она уже оплачена так что я хотела вам показать какая она получилась посмотреть у нее даже есть пальчики на ножках вот такие вот и и вот такой вот хвостик только хвостики проволочный каркас вот такие ножки очень классная получилось я даже не думала что она получится такая гусечка рост у нее два с половиной сантиметра по моему ну да два с половиной и от одного уха до другого уха тоже два с половиной сантиметра то есть она обходит один дюйм получается как вам новый герой у нее даже там не делаем такой язычок ну такая наша бусечка получилось вообще я от нее в восторге хотелось бы с ней еще поиграться но так как на почту иду думаю что ей стоит отправиться своей мамочки все на этом пока что закончу завтра уже покажу чем я занимаюсь и завтра я буду вязать мишку из флюоресцентных ниточек а пока просто так скажем отдыхать по просьбе трудящихся возвращаю в кадр салфетку и я думаю что и соскучились по ней но ее видно в инстаграме и кстати девочки мне писали что салфетку ни в коем случае не убирать потому что так мои фотографии не теряются в ленте сразу видно есть у меня публикация или нет значит что я вам сегодня покажу я вчера вечером подключалась показала вам обезьянку наверно ставлю вам часы еще фотографии посмотреть ее я вчера когда забирала детей обнаружила у себя почтовом ящике извещение на почте что что у меня пришла посылка там было указано от кого есть одна замечательная партизанка которую зовут оксана с канала oxymagic она мне прислала небольшой подарочек сейчас я вам его покажу потому что обезьянку я уже показала обезьянка мне очень нравится схемочку я записала думаю что смогу ее повторить вот некоторые моменты нужно доработать там ножки я бы наверное сделал длиннее хвостик ей и ножки мне не очень нравится как там сделаны коленки хотя может на такой размер и нормально все-таки у обезьянок длинные ножки и ручки ну в общем пока что так как вышло а сейчас покажу что мне прислала оксанка оксана мне прислала всю пряжу которую она заказывала нашла у одной женщины которая которая была в запасах этой пряжи сейчас нет ее сняли с производства давным-давно даже в остатках ее в принципе не найти это пряжа аделия валери чем замечательно это пряжа тем что это 50 процентов шерсть 50 процентов акрил она такая толстенькая и она ворсистая то есть она фантазийная пряжа и из такой пряжи получается просто чудесные мишки по мастер-классу ну я думаю что по любому мастер-классу эти мишки будут замечательные а этот мишка связан по мастер-классу мастер-классу мишка подарок вот значит оксанка мне прислала все свои запасы я так понимаю которые она выкупила значит вот такой цвет она мне присылала в прошлый раз я еще не успела связать с того цвета мишек поэтому у меня дома . есть и значит мишки такие будут тут интересная такая внутри ниточка видите она такого коричневого цвета вот а сверху такой серый пушок также вот такой интересный цвет такой я бы сказала немножко светлая олива такой тоже классные мишки думаю что получится из этого цвета хорошенькие а вот этот цвет отличается от предыдущих ну вот этих цветов здесь ворсистость она такая блестящая она она светится так скажем но видите как будто она серебристая а здесь она такая матовая тоже такой цвет немножко дает зеленцу похож чуть-чуть на на этот цвет но здесь ворсистость более такая серебристая блестящая да а здесь все-таки матовая тоже интересный получится мишка и оксанка я хочу тебя расстроить вообще тебя очень сильно благодарна мне просто оксана писала когда я говорила что вот этот мишка один-единственный и больше таких мишек не один единственный у нее есть один такой мишка и у меня и больше таких мишек не будет она говорит никогда не говори никогда но дело в том что вот на камере вроде бы эти цвета похожи но вот то что у меня осталось от мишки и это цвета разный чем посмотрите на сколько они отличаются этот цвет более такой здесь наверное ворсистости больше у этого цвета меньше ворсистости мне кажется в общем они отличаются это два разных цвета то есть все таки оксанка у нас будет по одному с тобой мишки и больше таких не будет ни у кого вот так что вот такие у меня подарочки на мишек все я собираюсь связать я думала что у меня остается один вот такой моточек и я бы связала еще раз-два и соединил вот эти две ниточки получилось бы три мишки но нет у меня получится много много мишка спасибо большое оксана на такой чудесный подарок ты охотилась за этой пряжей я тебе очень завидовала правда когда ты купила нашла где купить я тебе завидовала что у тебя есть это пряжи ты сможешь связать мишек а теперь это пряжа у меня так так приятно это так мило вот но я вчера вечером не начинала никакую игрушку вязать я вчера вечером все мучаюсь сумочкой для мишки сейчас покажу вам мишку значит вот для этого мишки будет сумочка значит мне здесь провязать еще наверно три ряда вот я начала 1 до 2 3 и потом я сделаю ажурный узор чтобы этот мешочек стягивался значит я устала вязать этот мешочек потому что это тонкие нитки и вы скажете ну зачем ты мучаешься возьми более толстые нитки что я вам отвечу я бы с взяла бы нитки потолще но мне нужно связать мешочек который светится в темноте дам а у меня светится в темноте вот эти ниточки я их заказывала на алиэкспресс еще такой же один мешочек я буду вязать вот из такого красивого молочного цвета это можно снять наверное штучка помешается вот такое красивый желтенький но сегодня я вот это вот все откладываю и буду вязать покидываю это все обязательно такого розового мишку и на этих мешочках будет вот таким вот белым цветом вышивка этот белый цвет лучше всего светится в темноте вот но в принципе я вчера проверяла хорошо светится за день накапливает хорошо свет единственное что не очень долго он этот цвет держит то есть если вот я говорила прошлый раз про немецкие ниточки кутерман которые светятся в темноте они в 5 утра вот и когда темно было я их покупала и до 5 утра с вечером они светились то есть они достаточно долго часов пять-шесть точно держит свет эти ниточки держит свет где-то два часа может два с половиной три часа то есть меньше но тем не менее этого хватает для того чтобы полюбоваться знаете на ночь взять положить рядом с собой просто смотреть на такой огонечек вот так что будет вот сюда этом и мишка будет розовая точно такая же как этот коричневый с таким же набором будет постелька а я еще думаю может быть свяжу ей платится ну посмотрим как будет настроение так на этом принципе все все что я вязала все что я делала дальше я буду заканчивать влог я бы хотела сказать огромное огромное спасибо всем кто написал столько много добрых столько поддерживающих слов и спасибо вам огромное я не думаю что это видео вызовет такой отклик я на самом деле ни на кого не обиделась просто это была тема для разговора комментарий был насчет моей речи не очень обидный но просто он дал тему дал тему поговорить вспомнить прошлое поговорить как начинался канал и как это было все сложно я очень рада что многие из вас поддержали и сказали не удалять видео но как я уже сказала так как мне передали эстафета и этот тег я его просто перезаписала и вчера тоже такая ситуация случилась я когда записывала тег мне позвонили в дверь и я очень испугалась потому что я никого не ждала я забыла про доставку да кстати скажу здесь спойлер что мне привезли я показывать не буду потому что это очень большая вещь мне привезли электрическую духовку она если сравнивать с чем сравнивать в общем она с другими духовками которые там подороже идут она очень маленькая она меньше чем стандартная микроволновая печь по размеру она такая миниатюрная и это электрическую духовку я купила себе для того чтобы делать детальки из полимерной глины и какие-то аксессуары возможно какие-то штучки для игрушек для того чтобы так как у меня в семье дети и я все время меня отталкивала от духовки во первых потому что у нас духовка вредная в ней очень сложно настроить температуру у меня есть специально градусник который ставится туда в духовку мы покупали отдельно и там получается когда настраиваю температуру она доходит до при ну то есть я не могу точно настроить температуру я надеюсь что с этой духовкой мы подружимся там тоже нет такой четкой точечки где будет написано 130 градусов там идет 100 потом 150 200 и дальше я уже не смотрела мне надо 130 градусов для того чтобы запекать полимерную глину в этой духовке и вот про нашу духовку которая она мало того что температуру на ней нормально не настроишь второе то что я ее редко но используют для готовки еды а так как дети и вы знаете что полимерная глина когда запекается оседают всякие неприятные вредные осадки на духовке ее надо мыть а я человек такой ленивый мне лень это делать если можно это не делать я не буду делать и поэтому я не хотела запекать знаю что полимерную глину можно варить я пробовала варить но тоже нужно другая посуда какая-то ее тоже нужно мыть где-то хранить и да можно по сравнению с маленькой кастрюлькой моя электрическая духовка это конечно где-то хранить на эту тему в общем мне не понравилось мои эксперименты когда я варила полимерную глину потому что остается какой-то осадок и она все равно была мягкая после того как я ее варила так что я купила себе духовку она стоила очень дешево сейчас это получается где-то в районе 20 25 долларов но я считаю что это вообще подарок судьбы потому что я когда прошлый раз хотела покупать духовку я смотрела по минимальной цене в два раза дороже вот в общем я пока что не пробовала вообще от мужа вчера спрятала и и потому что он разозлился бы на меня что я купила вот принтер и он сейчас стоит 3d принтер я им пока что не пользуюсь сейчас это духовка тоже будет стоять но так как муж поедет на байдарках спускаться на несколько дней вот он говорит чем бы тебя порадовать я говорю я уже себя порадовала так что он на байдарке а я себе купила духовку и я очень счастлива себе не представлять я ей еще не пользовалась я еще ничего не запекала на меня очень много полимерной глины вот так что будем что-нибудь делать и у меня хорошее настроение на этом все мне кстати в комментариях там дали еще одну тему для видео пожалуй я сейчас сниму видео про инструменты про материалы для миниатюры я когда-то давно хотела снять такое видео но потом почему-то отложила это и не снимала и забыла и тут мне напомнили я думаю что нужно снять это видео будет такое такая болталка на этом все еще раз огромное вам спасибо за ваши все комментарии всех люблю всех целую спасибо большое за поддержку вы самые лучшие мне действительно самые самые лучшие зрители потому что потому что у меня нет плохих комментариев это было такое небольшое замечание я раздула такую не знаю и из мухи слона сделала на самом деле вы все очень тактичные очень адекватные очень хорошие я благодарна вам сильно 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 на этом все увидимся с вами в новых видео в новых тегах логах болталках и мастер-классах все пока пока